Исстворение святителя Анна Златоуста Как можно привлечь в себе благодать? Как же можно привлечь в себе благодать, делая угодное Богу и во всем повинуясь Ему? И в больших домах не видим ли мы, что те слуги пользуются благоволением Господ, которые от всей души и со всем усердием пекутся о нуждах, не своих, а господских, которые не по принуждению только Господ, но по собственному усердию, ревности исполняют все хорошо. И не тогда ли, когда они постоянно находятся пред глазами Господ, когда занимаются дома, когда не беспокоятся о своих делах и не пекутся о своих выгодах, но считают господское своим. Так, кто сделал свое господским, тот не свое сделал господским, но господское своим. Он, подобно Господину, распоряжается его собственностью, подобно ему пользуется властью. Многие из других слуг боятся его больше господина. Что скажет он, то и господин. И все враги страшатся его. Если же в житейских делах кто презирает свое и заботится о господском, не лишается своего, а, напротив, получает большее, то тем более в духовных. Презирай свое и получишь Божие. Сам он желает этого. Презирай землю и получишь Царство Небесное. Там пребывай, а не здесь. Оттуда внушай страх, а не здесь. Если ты будешь внушать страх оттуда, то будешь страшен не людям только, но и бесам, и самому дьяволу. Если же будешь внушать страх здесь своим богатством, то будешь презирать не только, презираем, не только ими, но часто и людьми. Чем больше ты будешь богатеть, тем больше будешь рабствовать. Если же будешь презирать свойственно рабам, то сделаешься славным в Доме Царском. Таковы были апостолы, презревшие жилища рабов и здешнее богатство. И смотри, как они распоряжались сокровищами владычными. Такой-то, говорили они, пусть исцелится от болезни. Другой, от злых духов. Тот пусть будет связан, этот разрешен. На земле происходило это, но совершалось как бы на небе. То, что свяжете на земле, будет связано на небе. И еще большую власть даровал им. А что я говорю правду о том, послушай, что он сам сказал, верующий в меня и больше сих сотворит. Почему? Потому что в этом случае честь относится к владыке. Так и в наших делах. Когда слуга может совершать великие дела, то еще более удивляется его господину. Потому что если слуга может сделать так много, то во сколько раз больше тот, кто имеет его в своей власти. Если же кто, оставив служение господину, будет заботиться только о своей жене, о сыне, о слуге, и захочет обогащаться и собирать для них, воруя из сокровищниц господина, или причиняя им вред, то скоро погубит и себя вместе с богатством. Потому, вещевая у вас, видя такие примеры, не будем пищить о своих благах, чтобы пищить о себе. Будем презирать их, чтобы получить их. Если мы станем презирать их, то сам Бог будет пищить о них. Если же мы станем пищить о них, то Бог презрит их. Будем заботиться о Божьем, а не о нашем, или лучше, и нашим, так как, что его, то и наше. Говорю не о небе, не о земле, не о мирских вещах. Это недостойно его. Это не нам только принадлежит, но и неверным. Что же я называю его собственностью? Славу, царство. Это и его, и вместе наше через него. Каким образом? Если, говорит апостол Павел, с ним умираем, то с ним и оживем. Если терпим, то и с ним будем царствовать. Мы стали сонаследниками и называемся братьями его. Для чего же мы преклоняем сами себя долу, тогда как он влечет нас к себе в горе? Да коли мы будем так унижать себя, да коли будем так жалки, пред нами небо, а мы присмыкаемся по земле, пред нами небесное царство, а мы избираем себе здешнее убожество, пред нами вечная жизнь, а мы истощаем себя на дерева, камни и поля. Обогащайся, и я того желаю, но только в этом. Собирай, приобретай. Здесь это не укоризненно. Напротив, здесь укоризненно не собирать. Здесь неодобрительно не приобретать. Как так? Царствие Божие, говорит Господь, силою берется. И приобретающие восхищают его. Приобретающие усилия восхищают его. Будь здесь усиленным искателем, будь здесь хищником. Расхищаемое здесь не уменьшается. Добродетель не разделяется. Благочестие не уменьшается, равно как и Царство Небесное. Напротив, добродетель умножается, когда ты расхищаешь ее. Благо же вещественные уменьшаются, когда расхищаешь их. Это видно из следующего. Пусть будет в городе бесчисленное множество людей. Если все они будут расхищать добродетель и праведность, то умножат ее, потому что она будет в тысячах праведников. А если не будут расхищать, то уменьшат ее, потому что нигде ее не будет видно. Видишь ли, как благо духовное еще более умножается, когда расхищает их, а земные уменьшаются, когда расхищает их. Не будем же привязаны к этой бедности, но изберем это богатство. Богатство Божие состоит в том, когда многие наслаждаются Царством Его. Богатый, говорит апостол, во всех и на всех призывающих Его. Умножай же богатство Его, а умножишь Его тогда, когда будешь расхищать, приобретать и усильно искать. Поистине здесь нужно усиленное искание. Почему? Потому что здесь встречается много препятствий. Жены, дети, заботы, мирские дела, кроме того бесы. И сам начальник бесов – дьявол. Потому нужно усилие, нужно терпение. Кто усиливается, тот трудится. Как? Он терпит все, он борется с необходимостью. Как? Он решается почти на невозможное. Если же так поступают усильные искатели, а мы не принимаем даже за возможное, то когда мы достигнем, когда получим желаемое, приобретающие усилия, сказал Господь, восхищая Царство Небесное, нужно усиливаться и восхищать Его. Оно не просто дается и не вдруг. Кто хочет похитить что-нибудь, тот постоянно бодрствует, трезвится, заботится, беспокоится, чтобы благовременно приступить к похищению. Не видите ли, как на войне, кто хочет похитить, тот целую ночь не спит, во всю ночь не снимает с себя оружие. Если же те, которые хотят похитить житейские вещи, не спят во всю ночь и остаются вооруженными, то как же мы, желая приобрести благо, достойное гораздо большего попечения, благо духовное, беспечно спим даже днем, и остаемся всегда обнаженными и безоружными. Подлинно, кто живет во грехах, тот безоружен инак. Напротив, кто живет по правде, тот вооружен. А мы не ограждаем себя милостынью, не приготовляем себе горящих светильников, не облекаемся в духовное оружие, не изучаем пути, ведущего на небо, не трезвимся, не бодрствуем, потому и похитить ничего не можем. Кто хочет взять царство, тот не предполагает ли себе наперед бесчисленное множество смертных опасностей, не вооружает ли себя, не изучает ли военное искусство, не принимает ли к тому все меры, и не стремится ли таким образом к цели. А мы поступаем не так, но хотим похитить царство небесное, предавая сном, потому и отходим с пустыми руками. Не видишь ли, как похищающие что-нибудь бегут, как спешат, как не спровергают все препятствия. «Нужно скоро бежать, иначе тебя настигнет дьявол, и находящимся впереди прикажет задержать тебя. Но если ты будешь силен, если будешь бодр, то одного оттолкнешь ногою, другого отстранишь рукою и уйдешь от всех, как птица. Когда же отойдешь отсюда, когда перейдешь торжище, исполненное великого шума, какова настоящая жизнь, то достигнешь того, что выше всего этого, какова будущая жизнь. Там, как в пустыне, нет шума, нет никого, кто бы тревожил, кто бы задерживал. Ты приобрел что-нибудь доброе. После приобретения тебе нужно небольшое усилие, чтобы не лишиться приобретенного. Если мы будем бежать, если не будем взять, ни на что, находящийся пред нашими глазами, если не станем заботиться ни о чем другом, а только как бы избегнуть задерживающего нас, то будем в состоянии безопасно удержать у себя приобретенное. Ты приобрел целомудрие. Не стой же, беги, удаляйся от дьявола. Если он увидит, что не может настигнуть тебя, то не будет ты гнаться. Так и мы, когда похитивших теряем из виду, то, не надеясь ничего более, и сами не преследуем их, и других не просим задержать их, но оставляем их бежать от нас. Подобным образом и ты беги скорее с самого начала. Когда ты будешь далеко от дьявола, то он уже не станет преследовать тебя, и ты будешь в безопасности, безбоязненно наслаждаясь неизреченными благами, которых досподобимся всем мы во Христе Иисусе Господе нашим, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь и поклонение ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Том 11, страница 833-836. Том 11, страница 833-836.